Всем привет, мальчики и девочки! Я уже исправляюсь, а то мальчики обижаются, что я с ними как будто бы не общаюсь. Всё время девчата-девчата говорят. Ну, у меня такая привычка, извините. Я всё равно имею в виду, конечно же, всех. В общем, наступил новый день. Я начинаю новый влог. Сегодня суббота, сегодня солнечный день. Хотя с утра было пасмурно, сейчас уже немножко распогодилось. Я сейчас готовлю завтрак. Пюрешечку Денечке варю. Сейчас накормлю своих. И они собираются пойти погулять. А я останусь дома и буду отдыхать до вечера. А вечером уже я с Денечкой посижу и отпущу дочечку погулять к друзьям. Что ещё делать сегодня буду, я не знаю. Пока что ещё ничего не планировала. Ну, как будет, что интересно, я включусь и покажу вам обязательно. Я забыла, как правильно. День, ты кушаешь картошечку? День, ты кушаешь картошечку? Вкусно? День, ты кушаешь картошечку? Включили на Иве мультфильмы. А Деня любит картофельное пюре с мясом, с говядиной. Кстати, девочки спрашивали, Деня мясо любит и ест, он не любит мясо, не ест. Вот такое мясо покупаем ему в баночках и с картофельным пюре смешиваем, тогда он ест. А так он мясо не любит есть. Ну что, девчата, день как-то подошёл к концу. В общем, дочка с внуком уже скоро придут домой. Они сегодня гуляли, ну, полдня где-то, наверное, вот, днём уехали. И я, в общем, целый день как-то так вот валялась на диване, смотрела телевизор, что-то там вздремнуло даже чуть-чуть. Хотя тут, конечно, так сверлили, что спать не давали. Но в каком-то дреме было. Ну, в общем-то, отдохнула. Мне, честно говоря, что-то и не хотелось особо ничего делать. У меня сегодня день такой расслабончика. В общем, сейчас придут. Ну, дочка, она уйдёт, внука мне оставит, Денечку. И мы с ним будем, я не знаю, что делать. Ну, если будет что-то интересное, я подсниму. А вообще, вот так вот сегодня валяюсь целый день на диване. Ха-ха, кайфую. А ещё я сегодня целый день читаю комментарии после последнего видео. Ну, вообще, конечно, очень приятно, что многие меня понимают и на моей стороне. Пишут, не реагируйте на неадекватных людей. Ну, в общем, мы в таком духе. Спасибо, девочки и мальчики. Спасибо за поддержку. Спасибо всем, кто меня понимает и меня поддерживает. Спасибо на добром слове. А доброе слово и кошке приятно. В общем, мне приятно, короче говоря. И что мы с внуком делаем? Мы с внуком сидим, смотрим мультики, кушаем печеньки. Да, иди сюда, поздоровайся. Иди, поздоровайся. Скажи привет. Скажи всем привет. Иди, бабушке, дай печеньку бабушке. Бабушке, дашь печеньку? Дай. Дай мне печеньку. Что, не дашь? Ты мне печеньку не дашь? Дай мне печеньку. Не дал. До этого кормил, значит, бабушку печенюшками. А как бабушка камеру включила, он уже не даёт мне печеньку. Ладно, ладно. В общем, вот так вот проводится у нас вечер. В общем, скоро уже спать буду его укладывать. Да, Данила? Спать хочешь? А то ехал, мама говорит, в машине там уже присыпал глазками, да? Ты спать хочешь, скажи? Спать хочешь? Ой, воображуля, ну воображуля. Всё, воображулькин. Ну, вот и такой вечер. В общем, ничего сегодня, день такой, ничего не делан я. Отдыхание, да? Суббота такой, день отдыхания. Все отдыхают. И мы отдыхаем. Всем доброе утро! Наступил новый день. У бабушки уже голова полна идей. Что куда переставить, что новое создать. Какой уютик, удобство. Вот. Ну, доча говорит, ну, хочешь, сделай так, как хочешь. Вот я буду сегодня это делать. Хочешь, сделай, как хочешь. Да. А я что хочу, девочки? Я хочу одну из этих полочек. У нас вот здесь вот две полки стоят. Вот две. С продуктами. Но половина из этих продукт, которые так, очень-очень редко как бы используются. А одну полку, вот мне прям так очень хочется поставить ванну для того, чтобы там уже поставить наши какие-то крема там, вниз там стиральные вот эти все наши средства. В общем, короче говоря, порядок, чтобы был. Хочу порядок, чтобы был. В общем, я сейчас потихонечку начну вот это все делать. Папа, что я пью, 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 пью. Что ты там ходишь туда-сюда? Ходит такая, как ни в чем не бывало. Вот эта тумбочка у нас сейчас совершенно свободная. Я ее освободила. И она у нас отправится на кухню вместо полки. Вот. Ну а что мне не нравится тут? Вот эта вот полка маленькая. И в ней что-то расставлять не очень-то хотелось бы. А так вот у нас до сих пор в тазике вот это вот. И вот в этих коробках стиральные порошки. И вот это все на столе. И я не хочу, чтобы это было на столе. Пускай столик будет для наших косметических кремов там. Я не знаю, всяких жидкостей. В общем, хочу навести порядок. Дэни помогает маме монтировать видео. Вот так вот на голове у нее вечно скачет. Она вам монтирует видео. Он тоже любит монтировать, да, Дэнь? Через двух сторон меня отвлекает. Все, а я не отвлекаю. Я просто... Не слышно ничего. Ну что, мои хорошие? Только собралась вам снять, как включили жужжалку эту соседи. Но это часто включаю. Поэтому ну что делать? У нас новостройка. Доча с Дэнечкой пошли гулять. Меня оставили одну, чтобы я спокойно могла уже тут, как говорится, довести до совершенства задуманное свое. И, в общем, я тут творю-творю. Покажу вам, что я тут сейчас понатворила. В общем, вот тут вот на столике у нас в ванной. Тут стояли корзинки. Я их поубирала. И вот сейчас пока что выставила такое вот зубные щетки там, мицеллярная вода, тоналку, ну, тонер вернее. В общем, что-то выставила, не знаю, нужно там, не нужно. Дочка будет еще потом переставлять. Кстати, не знаю, она вам говорила или нет. У нас же тут на столе стояло это зеркало. Я говорю, давай мы его подвесим. Тут у нас провод торчит. И мы там за петельку завязали веревочку, подвесили. Теперь у нас тут зеркало так висит. Пока мы не купим там зеркало, которое доча уже задумала, хотела купить. Вот. И вот эту вот полочку, которая у нас стояла в кухне, я принесла сюда. Вот. Потому что я хочу, чтобы у меня здесь все наши постирочные кондиционеры, там стиральный порошок. Вот тут на второй полке стиральные порошки, чтобы все для белья было здесь. Ну, там только вот мыло стоит для рук. И все. На верхней полочке я поставила какие-то там крема. В общем, тут кисточки. Ну, что-то поставила, в общем, такое вот из этих тюбиков, да. Там даже наши вот эти вот штучки поставила на полку пока. Вот. И какие-то тюбики, вот скрабы какие-то, что-то. То, чего я не знаю вообще, что к чему. Там, что нужно выставить, что пока там в корзинке полежит. В общем, я пока оставила в корзинке. Ну, и в целом-то порядочек тут, в общем, навела. Полотенчики у нас тут висят. По крайней мере, я уже достала большую, огромную коробку, которая у нас стояла на балконе. И много там из нужных средств для лица, для кожи, для волос. Они у нас были, все эти средства в коробке. И теперь уже я их вот выставила сюда. По крайней мере, все, что нужно, все уже под рукой. Ну, а что лишнее, дочка уже сама уберет. Что-то выставит, может быть, на столик. То, что должно быть постоянно под рукой. Ну, по крайней мере, у меня в ванной уже порядочек. А вот эту этажерочку, которая у нас была в ванной, я ей поставила в туалет. Я считаю, что здесь она нужна. По крайней мере, внизу у меня лежат щеточки там для чистки, для уборки, перчатки. Вот, какие-то средства вот для мытья там полов, что-то. Гигиенические средства, освежители воздуха выставила. Ну, и вот эта химия, которая там именно для унитазов, она в коробочке стоит за унитазом. Вот, и как-то тут стало попросторнее. В общем, места стало даже побольше. Старый совок я убрала на балкон. Он для строительных работ. А этот новый совок, это уже для уборки квартиры. В общем, мне нравится. Все стало уже как-то получше. По крайней мере, я уже знаю, где мне что искать, когда мне что-то понадобится. Ну, а то, что вы видели на кухне, тут у нас вот эти два шкафчика стояли. Один шкафчик в ванную шел. Второй шкафчик я порядок навела. То, что лишнее не нужно, в принципе, я убрала. Потому что я тогда на скорую руку распаковывала коробки. И что надо, не надо, повыставляла. И много чего не надо. А этот комодик здесь я убрала. Ну, в верхнем ящике вот эти все будут хлебцы там всякие, такое легкое все. Во второй ящик я поставила, положила там крупы. В общем, разберемся еще со вторым ящиком. В третьем пока еще ничего нет. Но тоже вот еще распределим, что куда, что к чему. Единственное, что мне не нравится, что вот этот комодик маленький, он глубиной побольше, чем полка. И он по глубине лучше бы, наверное, стоял рядом с комодом большим. А вот эту вот полочку, которая по глубине маленькая, подвинуть к двери. Но подвинуть, наверное, надо будет нам с дочкой вдвоем. В общем-то, она сказала, не против. Ну, я думаю, подвинем, переставим их, короче, местами. Вот будет тогда получше. Вот, ну и все. Сейчас я продолжаю уборку. Пока их нету, спокойненько поубираю. Я люблю что-то тут делать, творить, порядок наводить. И, в общем, мне нравится уборкой заниматься. Девочки, вчера целый день валялась на диване. Пока не гуляли, ничего не делала и ничего не готовила. И не убирала, и не стирала. В общем, скучно, скажу я вам. Просто так, тупо валяться на диване. В общем, скучно. Я люблю что-нибудь делать, копошиться. Особенно, когда я одна дома. Никто меня не отвлекает. Я что-то такое творю. Я творец, наверное, знаете, как творческое начало проявляется у всех по-разному. Кто-то картины пишет, кто-то еще что-то делает. А мне нравится что-то созидать, что-то готовить, когда я готовлю. Что-то убирать, перекладывать, украшать, я не знаю, создавать уютик. Вот это мне нравится и этим занимаюсь с удовольствием. Вот. Ладно, пошла я дальше что-нибудь делать. Покажу вам, что я сделала, если что-нибудь новое сделаю. Ну, вот пока я одна сейчас, наслаждаюсь, короче говоря. Я открыла балкончик, на улице солнечно и тепло. И, в общем-то, решила немножко проветрить. Может быть, даже сейчас открою окошко. Вон какая погодка, солнечная, прекрасная. Мои гулять пошли. А я домашний человек, я люблю дома сидеть. Ну, давайте же я вам покажу, что я тут сделала. В общем, переставила все. У меня теперь тут все очень симпатичненько. Передвинула шкафчик легко. Очень легко. Он легкий, там ничего тяжелого нет. И вот так вот все прекрасненько вписалось. Ну, а на тумбочку прям так просились фрукты, что я их туда положила. Ну, пока не знаю, постоят они. Или Деня им не даст долго стоять. Вот. Сняла я сейчас отсюда плед. Отправила в стирку. Кто-то просил, покажите ваш коридор. Ну, вот я не знаю, как вам показать, с чего начать. Под лавочкой сумки дочка сказала, не трогай пока. Пусть она сама с ними разбирает. Ну, входная дверь. Вот если от входной двери встать справа, да, то у нас вот тут вот лавочка. Дальше идет туалет, ванная. Дальше дверь в маленькую спальню. Потом у нас широкий вход еще без дверей. В кухню, гостиную. И слева дверь в большую спальню. Ну, тут мы пока поставили вешалку, зеркало. В общем, тут для обуви полочка. Денечка тут у нас обувается. Пока так. Из того, что есть, мы, в общем, создаем, стараемся сделать как-то более-менее уютно. Ну, а тут широкий проем. И, в общем-то, здесь, если ставить дверь, то дверь нужно будет, наверное, ставить раздвижную, потому что распашные двери будут мешать в любом направлении, куда бы они не распахивались. Вот. А нужна дверь здесь или не нужна, вопрос. А может быть не дверь, может быть что-то другое. Я дочке говорю, здесь бы шторки какие-нибудь такие, не шумящие, тихие шторки бы. Может быть и не помешали. Вот. Ну, а вот когда у меня здесь плед висит, и я сплю на кухне, то там тепло создается. Здесь в коридоре прохладно, потому что у нас в туалете вытяжка, и из нее дует холодный воздух. Вот. Ну, еще из дверей, пока двери еще старые, из дверей тоже дует холодный воздух. А вообще здесь такая поляна, здесь можно танцы устраивать, честно говоря. Здесь, по-моему, 11 квадратов коридор. Он такой просторный. Ну, сюда мы хотим поставить шкаф. Большой шкаф дочка хочет поставить. Пока что мы еще думаем, что нам делать. Нам нужно будет проводку ставить. Вот штробить, наверное, надо будет вперед. Ну, а вот в этой спальне у нас вот так пока. Ну, довольно уютненько, тепло здесь хорошо. Но тоже вот в этом месте, в этом углу тоже будет стоять шкаф. И проводку надо будет, наверное, вот там сверлить под потолком. Ну, вот пока еще думаем. Ну, ничего, ждем зарплату. Там уже, когда деньги на руках, тогда уже быстро все определимся, что, куда, что делать. Ну, пока так. Просторненько, уютненько. И Дэнни поиграть есть. Но он, правда, любит играть на наших головах. Там, где мы, там и он вместе с нами. Ну, кухню вы видели уже, да. В общем, тут ничего такого мы особо нового не сделали пока. Но зато дочь сидит на кресле, любит смотреть телевизор. А я валяться на диване, смотреть телевизор. В общем, все прекрасно. Конечно, когда будет мебель нужная, тогда будет все вообще супер здорово. Ну, а это комната, в которую я не вхожу. Я не люблю в нее входить. Здесь еще коробки. И вещи дочкины. В общем, я ей сказала, это все тут твое. Разбирайся тут сама, разгребай, как хочешь. Ну, она ждет, пока у нас появятся шкафчики. Вообще, на самом деле, когда здесь появится большой гардероб, а в комнате появится уже тоже какой-то шкаф, шкаф-купе, скорее всего, тогда уже очень много вещей туда уйдет. И уже в той комнате можно будет что-то жилое из нее сделать. У меня там стирается два пледа. Решила я их постирать, освежить. Плед, который висит на дверях. И еще один розовенький плед. Ну, в ванную теперь удовольствие входить. Мне прям нравится. Так все тут прибрано, все хорошо. Не знаю, нашла вот этот коробочек, такой икеевский. Пока не знаю, что в него туда будем ложить. Но дочка сама определится, что куда. Ну вот, мои дорогие, порядок я навела, пока мои гуляют. А сейчас я, наверное, буду смотреть какой-нибудь фильм или сериал включу. А, еще девочки, забыла сказать. Я вам коридор показала? Просили, покажите коридор. Кто-то просил, покажите подъезд. Покажите, как вы входите в подъезд. Кто-то спрашивает, а что у вас там за здание под окнами? А в каком районе вы живете? А где ваш дом располагается? И, наверное, надо еще сказать номер квартиры. И еще сказать, наверное, номер банковской ячейки, где деньги лежат. Ну, это, конечно, шутки, я утрирую. Но есть некоторые вещи, которые мы показывать не хотим, но и не будем. Так что подъезд я вам показывать не буду. Там, в общем-то, нечего показывать, что соседние квартиры показывают, что ли. Подъезд как подъезд. Вы видели, там плитка лежит, все. Ну, мы вам показываем наше жилище. Не обижайтесь. Девочки, сижу, сейчас читаю комментарии. А мне там одна девочка пишет. Вы такая стройная. Ну, посмотрела там, где я примерочку делала одежды. Вы, наверное, похудели. А я сейчас думаю, дай-ка я встану на весы, действительно взвешусь. Взвесилась. И действительно я что-то, килограмма три, наверное, сбросила. У меня было уже ближе к 80, что-то 79 с чем-то. А сейчас 75,9. Ну, плюс еще, как бы, одежда у меня, да. Ну, килограмма три, три с половиной. Наверное, так вот я сбросила, думаю. Ну, а почему сбросила? Я не то, чтобы с дочкой вот это ПП ем. Хотя иногда плюшки вот эти вот ем на завтрак. Если она сделала, но что бы не съесть уже готовые плюшки, да. Ну, я очень часто забываю вообще поесть. Вот если я чем-то увлечена, я вообще забываю, что нужно поесть. Сейчас, пока я тут создавала этот уют, смотрю на часы уже полчетвертого и вспоминаю, что я сегодня ела. Я, по-моему, кроме кофе ничего больше не ела. Хотя я собиралась там сварить макарошки, есть индейка. В общем, сейчас сварю макарошки и надо уже действительно поесть. А вот и не вспомнила бы, представляете. Нет, я бы вспомнила, я обычно где-то уже там после четырех часов вспоминаю, что пора бы поесть. Но если я чем-то очень увлечена, то мне не до еды. Я про нее просто забываю. Я даже забываю, что надо поесть. Не вспоминаю про еду. Тем более, если мне никто не напоминает. А вот когда я дома нахожусь и когда мне делать нечего, то я готовлю, ем, полежу. Ну, что-то встану. Что-то встану, там поделаю. Ну, как бы, здесь, может быть, еще площадь побольше. Я здесь больше хожу, больше в движении нахожусь. В общем, тут и поваляться-то особо долго не получается на одном месте. Вроде как приляжешь там что-то, полежу чуть-чуть, и потом я что-нибудь придумаю, что сделать надо. Встаю и начинаю что-нибудь делать. Ну, это такая моя особенность, знаете. У меня просто энергии, оно, конечно, поменьше, чем в молодости было, но энергия, она все равно есть. И она, как бы, знаете, вот прет, ей что-то хочется делать, что-то хочется двигаться. Мне уже там движухи на улице, как бы, тяжеловато, такие большие расстояния или что-то ходить. А по дому я знаю, что я могу легко передвигаться, если я устала, я села, отдохнула там, прилегла, присела и так далее. Вот. Поэтому дома вот так вот кайфую. В общем, сейчас буду готовить, макароны сварю, и, в общем-то, там уже на салатик есть овощи, салатик нарежу, и индейку поем. Больше готовить сегодня пока ничего не планирую, ничего не собираюсь. Вот. Ещё хотела сказать, тоже там в комментариях, кто-то пишет, вы обещали показать свою машину. Ну, во-первых, я машину так, в общем-то, снаружи показала, и уже не первый раз её показывала. Я даже показывала как-то её летом, по-моему, когда я её помыла, и я прям её показала, вот она чистенькая, мыта. А если интересует машина внутри, в салоне, а что там интересного, я не знаю, панель управления, панель показать. Ну, она сейчас не мытая, как бы зимой я машину не мою, поэтому там показывать нечего. В багажнике ничего особенного, в бардачке ничего особенного. В общем, ничего такого особенного в машине нет. Я просто села, переместилась с места на место, и, в общем-то, ничего такого там в машине я не делаю. Ну, мне кажется, там ничего интересного показать там нету. Поэтому я не буду пока снимать. Но если я её потом уже, когда будет тепло, помою и салон помою. Ну, может быть, тогда подсниму немножечко, что-то покажу. А сейчас, ну, там грязно, пыльно, что показываю. Грязь показывать не буду. Вот. Девочки, вот я сейчас постирала два пледа. Один плед вот этот, который на дверях, я его как раз развесила, и он сохнет здесь. А он почти сухой, потому что отжим 1200 оборотов, конечно, здесь влаги едва-едва остаётся. Ну, и второй пледик, вот этот розовый, я постирала, разложила его здесь, чтобы он тут посох. У меня одна подписчица спрашивает, а зачем вам такая большая машина, громадина на 7 килограмм? А вот, пожалуйста, два пледа больших сразу раз постирала, и не надо их по очереди стирать. Тем более, они не утрамбованы были, они хорошо выстирались. И всё. И можно также стирать пальто, и одеяло, и всё, что хочешь. Девочки, убрала, я прибрала ванны, в туалете всё выставила. И думаю, что-то не хватает какого-то моющего средства. И одной баночки там не хватает, другой что-то, вспоминаю, была. И вот зашла на балкон и нашла ещё целую коробку. Ну, в общем, я сейчас отсюда повытаскиваю то, что мне нужно. Остальное посмотрим, с дочкой вместе решим, выставлять что, не выставлять что. Поехали домой, Денечка с мамой. И Деня купаться пошёл. Любит купаться. Наслаждается там, да? Деня, ты любишь купаться? Ага. Ага. Занят человек. Ой, яблоко. Ну, играй, играй. Водные игрушки там у него разные. Одно яблоко съел, второе взял, теперь банан полный рот напихал. Деня, ты будешь второе яблоко ещё есть? Кто у нас честенький скупанный? Поцелуй, мама. Поцелуй. Я поцеловал. Поцеловал, ещё поцелуй. Ещё поцелуй можно. Денечка, всё, банан не будешь? Я съем твой банан. Ну, это обезьяна маленькая. Не хочешь корочку, да? Ну, вот день подходит к концу. Солнышко садится. Кстати, несколько раз я пыталась поймать, и вот как-то не могла поймать закат солнышко, когда садится. И вот сейчас уже смотрю, красный круг садится за горизонт. Посмотрела сейчас, что уже по времени я сняла уже довольно-таки много. Я не хочу, чтобы видео было длинным. Я стараюсь сделать видео покороче, лучше почаще выпускать и покороче. Потому что длинное видео мне очень сложно монтировать. У меня много времени уходит, там закачалось туда, скачалось туда, это всё часами. И чтобы не сидеть допоздна слишком с этим видео, я стараюсь сделать минут так на 20-30. Вот это нормально уже. Поэтому видео сейчас заканчиваю. Я с вами прощаюсь. Кому моё видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я их читаю все с удовольствием и стараюсь на них ответить. Ну и до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока! Ещё раз хочу показать вам, как солнышко садится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok